Итак, мы продолжаем нашу тему о финансах в Писании, финансовые принципы по Писанию. И вкратце я бы хотел коснуться тех вопросов, которые мы с вами разбирали на прошлых занятиях. Прежде всего, мы говорили о том, что Бог очень внимательно и тщательно уделяет внимание в Библии вопросам вообще имущества и Писания. Есть множество и множество мест, которые говорят о том, как человек должен относиться к финансовой стороне и что с этим делать, как правильно распоряжаться. Мы говорили о том, что сами по себе имущество и деньги не являются злом, но проблема состоит в сердце человека, когда человек прилепляется к финансам и начинает им служить. И мы говорили о том, что очень часто, глядя на то, как человек распоряжается финансовой стороной своей жизни, мы можем увидеть, что это отражается также и на обычных его привычках и на его внутреннем характере. Иными словами, если человек не может правильно себя вести в финансовой сфере, скорее всего, он допускает какие-то компромиссы в различных других сферах. Это происходит потому, что человек не имеет правильной дисциплины и он не умеет сказать «нет», когда нужно сказать «нет». Когда его «хочу» становится сильнее, оно побеждает и он действует соответственно. Бог понимает практическую часть того, что… Бог понимает, насколько практично эти вопросы, связанные с финансами. Мы говорили о том, что очень важно разделять две сферы ответственности. Существует сфера ответственности Господа, да, то есть та часть, за которую отвечает Господь. За что Бог наш отвечает? Мы говорили о том, что Бог является хозяином всего, видимого и невидимого мира. Все, что есть вокруг, все, что мы знаем или не знаем, оно принадлежит ему, оно им создано. Мы с вами являемся распорядителями, и это одна из самых ключевых вообще вещей и пониманий относительно любого имущества. Бог дает нам силы, мудрость и способность приобретать что-либо. Все, что мы с вами доброе имеем, оно пришло как действие его благодати и действие его благословения. При этом Бог держит весь мир под своим контролем. Также осознаем мы это или нет. И Бог часто использует трудности для того, чтобы исполнить свои намерения. Он оборачивает часто ситуации таким образом, чтобы это случилось нам во благо, это вышло нам во благо. Потому что мы говорили о том, что избранным Божьим, призванным по его изволению, все вещи, все соответствуют ко благу. Мы говорили о том, что через трудности Бог также формирует наш характер. Потому что очень часто наш характер является причиной того, что мы с вами можем не обладать каким-то имуществом. Потому что если человек не имеет внутри себя правильного Божьего стержня, то, как правило, он не может удержать достаточно хорошо и правильно или, скажем так, правильно распорядиться тем имуществом, которое Господь поручает ему. И под понятием правильно распорядиться мы не всегда говорим о том, чтобы правильно потратить. Иногда человек, вы знаете, может всю жизнь, он может быть скрягой. Он может быть не тем, кто тратит направо и налево финансы. Он может наоборот собирать и не позволять Божьему делу свершаться в его жизни тем, что просто он будет накапливать, накапливать, но толку никакого не будет. Мы говорили о том, что Бог восполняет наши нужды. Он ответственен в том, чтобы дать нам все необходимое для жизни и благочестия. И мы говорили о том, что для нас же является ответственностью то, чтобы мы с вами искали Царство Божьего, правды Его, приближались и верили, что все остальное, оно будет прилагаться для нашей жизни через Господа. Какая наша ответственность? Наша ответственность состоит в том, что мы должны быть верными, верными распорядителями. И Писание много говорит о том, что существуют люди верные и существуют те, кто неверен. И всегда мы видим о том, что верный человек, он получает благословение и награду от господина или от того хозяина, кому он должен быть верен. И эта верность, она должна распространяться как на большие вещи, так и на малые. И очень часто мы с вами не можем приступить к большим вещам, потому что мы не способны оказаться верными в чем-то малом, в самых малых каких-то вопросах. Итак, мы говорили о том, что существует несколько подходов или, скажем так, моделей вероучений к тому, как должна выглядеть жизнь верующего человека. Первый взгляд это то, что верующий человек, он может быть, он, скажем так, он должен быть всегда бедный. Что признаком святости является бедность. Мы говорили о том, что это заблуждение. Точно так же, как признаком святости является безумное богатство. Это также является заблуждением. Мы видим в Писании примеры людей, которые были очень богатые и были благочестивыми, а также очень бедными. И мы разбирали с вами историю Иова, где мы коснулись того состояния сердца, которое было конкретно у Иова, несмотря на то, сколько денег у него было и какие периоды он проходил в своей жизни. Итак, это те, вкратце, вот обзор вчерашнего дня. Сегодня мы с вами начнем с вопросов, который посвящен работе. Работа такая штука хитрая, она практически нужна каждому из нас. Мы это понимаем, потому что, когда мы посмотрим на то, как Бог задумывал этот мир, мы видим, что Бог создал Адама, создал Еву. И мы видим, что с самого начала, когда мы читаем Бытие 2 главу 15 стих, Бог имел определенный план для Адама и Евы. А именно, «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть, как это ни странно звучит, Бог в Эдемском саду придумал работу. Не просто Адам с Евой ходили там с лютней или с какой-то там, знаете, арфой, и общались с Нила, со слонами и прочими животными, и рассказывали друг другу высокие стихи какие-то или еще что-то подобное. Они его возделывали. И мы не знаем размеров сада, мы не знаем, что конкретно они делали, как это происходило, тем не менее, люди были при работе. И Бог задумал труд, Бог задумал труд, как одно из основных средств для удовлетворения наших нужд и наших потребностей. Это очень важно понимать. И периодически мы можем встречать людей, которые не согласны с этим. Я вам скажу, что, как это ни странно, такие люди существуют. Буквально какое-то время назад я пересекался с человеком, философия которого была примерно в следующем. Работа, слово «работа», оно состоит из слов «раб». Слышали такую идею, да? Может, вы даже встречали этого человека. Ну, вот такая вот у него была, ну, как бы, философия в жизни. Поэтому работают рабы, а я ребенок Божий. Поэтому Господь должен обо мне позаботиться. Я не против, в принципе, подработать, но я не хочу посвящать свою жизнь этому неблагодарному занятию. При этом, ну, надо сказать, что он и его семья живут в достаточно жесткой бедности. Достаточно жесткой бедности. И вроде бы как все хорошо. И вроде бы он как бы и не против подработать, но только как-то на своих условиях, как-то в каких-то таких вот моментах, своими путями и так далее, и так далее. И он искренне удивляется, когда люди его не понимают. Ну, вот, искренне удивляются, ну, как бы, почему это. Ну, это же естественно. При этом, ну, мы можем представить на секундочку, на что было бы похоже наше общество, если бы все придерживались такой философии. То есть, что бы говорили о верующих людях, если бы мы придерживались такого подхода. Вообще, в общем, как церковная позиция. Не то, что одного человека. Представьте, что вся церковь имеет такую позицию. Вот, церковь по земле. То есть, я думаю, что очень быстро бы о нас говорили как о людях ленивых, как о тех, кто приспособлен, приспособленец, да, тех, кто живет за другой счет и так далее, и тому подобное. И когда мы говорим, например, о жизни апостола Павла, помните такого, да, нашего дорогого апостола, мы видим, что его образ совершенно был другим. При том, что был образованный, при том, что он был занят служением с утра до ночи, он, будучи фарисеем и в своей сугубо фарисейской традиции, он не чурался подрабатывать грязной работой, шить палатки. То есть, это ничего такого. То есть, ты не мог заработать этим состояние. Это было то, что тебе, то, чем ты мог пропитаться на сегодня. Так как, если бы кто-то работал сейчас сантехником, например, да, ты можешь заработать, ты будешь жить в более-менее нормальном уровне, но миллионы ты не заработаешь и дом на берегу моря или на отдельном острове ты не построишь. Итак, Бог создал работу для того, чтобы восполнять наши нужды. Это одна из ключевых, скажем, один из ключевых путей, через которые он действует в нашей жизни. Исход 34 глава 21 стих говорит, «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы». Интересный тут момент, что очень часто, когда мы говорим о субботе, о шабате, которая была основной частью, одной из основных частей жизни еврейского народа, мы говорим о покое. Мы говорим «отдыхайте, вот смотрите, как важно один день в неделю отдыхать» и так далее, и тому подобное. Мы делаем ударение именно на важности того, что нужно соблюдать в шаббат. То есть приходить в определенное состояние, когда человек расслабляется и почитает Господа тем, что он приходит на служение или делает какие-то вещи, посвященные Богу, изучает Тору, поет красивые песни, зажигает свечи и тому подобное. Но мы пропускаем первую фразу. «Шесть дней что делай? Работай». И если мы говорим, что повеление есть «отдыхать», то существует также и повеление от Господа. Что делать? Работать. Как это не печально звучит для некоторых людей. Но, тем не менее, Бог, задумывая свой народ, задумывая народ для примера другим народам, Он говорит о том, чтобы вы были принципиальны в том, чтобы работать, и принципиальны в том, чтобы отдыхать. При этом Он говорит о том, что даже если будет такое состояние, когда вам необходимо собрать урожай, мы знаем, что такое бывает те, кто сталкивался с аграрными обществами, а Израиль был именно конкретно аграрным обществом, то есть люди получали свою прибыль именно от того, что они работали, ваша вера должна быть крепкой для того, чтобы отдыхать, даже если нужно собирать урожай. И Бог говорил о том, что это будет знамением для окружающих вас народов. Они будут видеть, что вы ведете неленивый образ жизни, при этом вы уделяете место Господу, место отдыху, и у вас есть благословение. Для нас это хороший пример, и важно всегда об этом помнить. Не роптать, не сетовать, но молиться, чтобы Господь давал работу и давал ее возможность сделать наиболее хорошим образом. Очень часто Бог использует работу для того, чтобы сформировать в нас благочестивый характер, как верующих людей. Это тоже обязательно нужно помнить. И периодически я встречаю также те, кто, вот, например, у нас в общине, они приходят и говорят, какой-то ужас, я работаю вот там-то, там со мной вот так поступили, этот хозяин нагрубил, а я ему сказал, и почему я постоянно теряю работу? Вот стоит передо мной человек и говорит, ну почему я постоянно теряю работу? И я вам скажу, что, ну это понятно почему, потому что у человека нет характера. Он не может закрыть свой рот, когда нужно закрыть, он не может быть смиренным, когда нужно быть смиренным. Он всегда хочет быть, знаете, кем-то вот на том месте, хотя сам может не иметь ни образования, ни способности, ни специальности, но он приходит, он изначально приходит с позиции начальника, с позиции человека, который все знает, знаете, такой носитель истины. И он меняет всех и рассказывает всем, как нужно жить. И поэтому искренне удивляется, почему люди не терпят его, и почему очень быстро он теряет работу. Мы понимаем, что, скорее всего, всякий начальник, он не очень-то счастлив иметь такого человека рядом. То есть часто люди нанимают помощников, и они не хотят объяснять какие-то, знаете, там нюансы, какое-то там что-то, выслушивать какое-то философское развивольствование о том, что и где. Нужно, чтобы ты пошел и сделал. Просто. Вот тебе гора кирпичей, мне не надо рассказывать о том, что и как, возьми ее, перенеси с пункта А в пункт Б, и мне не волнует, что ты ел или не ел, болела, у тебя голова не болела, читал ты Библию или не читал. Ты должен сделать. И я верю, что Бог использует работу. Знаете, есть такая поговорка, когда плотник строит дом, дом строит плотника. И если кто-нибудь, когда-нибудь из вас пробовал участвовать в строительстве, тот это понимает. Очень быстро мы начинаемся, ну, входить в такую сферу испытаний. Что делать, как, вот люди и так далее и тому подобное. Это формирует наш характер. Нужно сказать, что когда мы смотрим в Писание, мы видим о том, что любая профессия, она достойна почета. Это тоже важно понимать. Не зазорно верующему человеку работать на каких-то, может быть, неуважаемых каких-то профессиях, которые, ну, знаете, я не профессор, но и что тут такого. Если вы пойдете в современный Израиль, поедете, вы можете увидеть, что многие верующие работают на простых работах. Они могут быть дворниками, могут быть какими-то сторожами, например. Ну, то есть это не очень высокооплачиваемые работы. И они, там, ты работаешь, ну, не чисто кругом, тебе надо убирать, там, это запах плохой. Но нет в этом сложности. Такие люди без проблем служат в общинах, и никто не относится к ним таким образом, что, дескать, мы знаем тебя, ты там сидишь с чужими детьми, или ты там убираешь, или ты там что-то, ну, вообще не проблема. Не в этом суть. Мы читаем о том, что Давид был пастухом. То есть, чтобы вы понимали, работа весьма грустная. Весьма грустная. Все, что видел пастух, это свои овцы и пустыня. Его жизнь, она была не полна событий, или каких-то людей, или каких-то обстоятельств. Лука был врачом. Мы знаем, что упоминается такая Лидия, она продавала нарядные ткани. Даниил, кем он был? Он был государственным служащим, он был чиновником. Павел, мы говорили, шил палатки. Ну, в общем-то, и сам Ишуа был плотником. И рыбаки были. То есть, нету в этом ничего сложного. Писание, наоборот, говорит о том, что Бог, он обратил свое лицо, да? Он открыл себя, истину о своем царстве людям, которые неграмотные, людям, которые не ученые, амхаарец, простым крестьянам, которые, ну, знаете, они отличаются от наших даже простых крестьян. Наши намного современнее и эрудирование, чем те, которые были в то время. То есть, Бог не цурается простых людей для того, чтобы приводить их в царство и использовать для своей славы. Итак, работа – важная часть нашей жизни. И также существует Божья ответственность в работе. Представьте. Прежде всего, Бог дает нам способность для работы. Бог дает нам способность. Мы помним такую интересную ситуацию, когда строили мешкан, переносную скинью. Помните такое событие? Великое, торжественное, очень важное и значимое. И интересно, что когда Бог дал чертежи Моисею, Он также сказал о том, что определенные люди должны его построить. Помните такое событие? И Он называет этих людей, и Он говорит о том, что там будут все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу. То есть, Он говорил, поставьте именно веселила, да, сына такого-то, пускай Он сделает, и тех, кого Он будет выбирать. То есть, особые люди, они были вдохновлены Господом. Бог дает нам способность для работы. Он наделяет нас уникальными талантами. Мы не всегда можем понимать, в чем находится этот талант, но я верю, что он есть у человека. Просто очень часто мы с вами не задумываемся об этом. Не задумываемся об этом. У нас срабатывает в каком-то смысле так называемое щелевое мышление. Возможно, вы слышали о таком понятии. Например, если вы пойдете в детский садик и попросите детей нарисовать профессии, которым они хотят быть. Может быть, вы сами когда-то в детском садике или в школе, в ранних классах проходили нечто подобное. Я помню, что когда у нас это было в садике, наша группа была разделена. Наши мужчины будущие, они хотели стать либо милиционерами, это было почетно, либо космонавтами, это было важно, потому что был у нас пример к тому, да. И кем еще мы хотели стать пожарниками, потому что они ездят на красивых машинах. Девочки хотели стать кем? Напоминайте. Врачами, учителями, поварами. Кем? Певицами? Ну, у нас как-то вот певиц было мало в нашей детской группе, вы знаете. В основном были врачи, я так помню, и учителя, и повара. Вот примерно так. Ну, понятно, были исключения, однозначно. Я почему-то решил стать сталеваром. Я не знаю почему, мне казалось, что это круто. Я недавно нашел этот рисунок сталевара, там он такой, ничего так, мужик, сталь варит. Но, тем не менее, почему дети выбирают эти профессии? Ведь есть полно хороших профессий. Я вам скажу почему. Потому что их мир, он состоит из определенного круга людей, с которыми они общаются, дети общаются. Сейчас уже немножко поменялось, потому что наши дети очень рано уходят в интернет от нас и нескоро возвращаются оттуда. И они учатся там разным вещам, которые мы даже с вами не знаем, чему они там могут и научиться. Но тогда не было таким образом. Дети смотрели на мир через призму взрослых, которые с ними общались. И вот почему девочки хотели быть медсестрами? Потому что, возможно, их где-то знакомые, может мама, может тетя, может соседка, может где-то она слышала, может ей нравилось белое платье. Почему учителями? Потому что девочки любят учительниц. Правда? Это в большинстве своем. Если вы посмотрите на первые и вторые классы, то мальчики, они как мальчик, где-то в своих, короче говоря, фантазиях. А девочки, они с учительницами. Потому что учительница для них это та же мама, которая за них заботится, у них заботится и помогает их в том, что они делают. Это называется щелевое мышление. И у каждого из нас есть определенная щель от слова «щель». То есть мы видим вот так, понимаете? Вот, например, если моя мама художник, то я смотрю все равно, хочу я или не хочу, на мир в каком-то смысле глазами своей мамы. Почему? Потому что я знаю о ее профессии более-менее. Я знаю, как выглядит жизнь, я знаю, к чему приводит жизнь художника и так далее. Если мой отец, например, военный, как я буду смотреть? Соответственно, то есть я знаю что-то об этой профессии. Я могу принципиально в некоторых случаях, если я имею какую-то внутреннюю клятву, поклясться, что я никогда не буду как мой папа, как моя мама. Но, тем не менее, все равно мой выбор, он будет, ну, я же не говорю о том, что, например, я не буду пожарником или столеваром, но я буду инженером ЧПУ, например. Я же не знаю, что существует такая хорошая перспективная профессия, потому что я маленький. Я знаю, что можно заработать, например, каким-то вот таким образом. Итак, Бог дает нам способности для работы, но часто мы не знаем о том, какие эти способности, и не до конца можем определить и понять, хотя неплохо бы это сделать. И я рекомендую вам молиться, молиться об этих вещах перед тем, как вы делаете какой-то выбор, жизненный выбор, перед тем, как делают ваши дети выбор, куда идти, куда учиться. У нас сейчас полно юристов почему-то, которые особо никому не нужны, потому что рынок ими заполнен. Полно еще каких-то профессий, ну, там, что у нас сейчас, девчонки у нас стригут, ногти делают, да, торгуют. Бухгалтера такую, как бы, ну, вот так не получилось у меня с кем-то, да, менеджер среднего звена, это вот обычные профессии, которые на слуху. Но это не значит, что человек, он имеет способности к этому, и он потом, выбрав эту профессию, отучившись, он страдает, он уже не может бросить, потому что уже вложено кучу денег, не может переквалифицироваться, и вот так вот им мучиться по жизни, хотя есть у него, например, способности рисовать или что-то делать качественно в другом роде. Поэтому молитесь об этом и спрашивайте, в чем Господь хотел бы вас использовать, и в чем вы имеете способности от Него. Следующее, что мы видим в ответственности Бога, мы видим, что когда человек посвящает себя Божьим принципам, на работе, когда человек становится верным на работе, Бог благословляет его. И яркий пример тому жизнь Иосифа. Вы помните, что, в общем-то, с точки зрения жизни, можно было бы назвать его приспособленцем. До определенного момента, до того момента, когда мы видим, что его решение основывается не на личной выгоде, а на принципах Божьего царства. Потому что, с точки зрения личной выгоды, закрутить роман с женой Патифара было бы весьма недурно. Можно было бы и Патифара потихонечку потом где-то из жизни извести, если правильно роман закрутить. Ну, согласитесь. Для неверующего человека это в порядке вещей. Так, если подумать. Но мы видим, что Иосиф, он старался придерживаться тех принципов, которые он понимал. А обратно мы говорили о том, что события, которые с ним происходили, они не были во время Синайского договора, и он руководствовался принципами совести, возможно, теми наставлениями, которые он имел от отца. Хотя мы видим, что братья, они страдали этими наставлениями и жили совершенно в других измерениях своей совести и хождение перед Богом. Тем не менее, мы читаем в Бытие 39 глава, 2-й, 3-й стих. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Люди неверующие начали видеть, что есть успех в жизни этого человека. Этот успех явно был от Бога. Все понимали, что Бог использует этого молодого парня для того, чтобы делать что-то. Мы видим то же самое в жизни Авраама. Мы видим, что неверующие люди, они подчас способны замечать благословение, которое исходит через них, через верующих людей имеется в виду. Они смотрят на верующего человека и говорят, «Я хочу с тобой быть. Я не могу верить так, как ты веришь. Нет у меня сил и способностей, но я хочу, чтобы ты работал у меня. Я тебе дам больше зарплаты, я буду тебе доверять больше. Я способен тебя продвигать по службе». Почему? Потому что я буду знать, что ты честный, ты не обманешь, ты не подступишь со мной подло. И обычно таких работников ценят грамотный начальник, он ценит верующих работников. Грамотный начальник. Глупый начальник может бояться верующих работников и чувствовать определенную конкуренцию. Обратно же, глупый начальник. Потому что мы понимаем, что если человек верующий, и он действительно верующий, а не просто заявляет таким образом о себе, то, в принципе, можно расслабиться с ним. Он будет верен, он будет работать, и не будет его мотивации, чтобы кинуть человеком. Итак, Бог дает нам успех. И, знаете, народная мудрость, она оформляет это в таком виде. «Слухняны ты лядку двух мамок сэ». И можно сказать так, что, в принципе, эта поговорка, хоть она и народная, но она, в общем-то, правдивая. Если ты послушен и Господу, если ты послушен и людям, ты получишь благословение как от Господа, так и от людей. Многие люди вокруг нас, они не такие уж и злые. Они готовы благословлять, участвовать в нашей жизни. Но большинство людей не любят тоже ленивых или каких-то коварных работников. И никто не захочет это терпеть долго или как-то мириться с этим. Итак, Бог дает нам успех. И Бог контролирует наш рост, наше продвижение по работе, по службе. Написано в 74-м псалме 7-8 стих следующее. «Ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения. Но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Еще раз. «Не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения». Не с каких-то сторон, не с каких-то, ну, знаете, катаклизмов или с чего-то, какого-то дела случая. Но Бог есть судья. Бог судит человека, Бог взвешивает жизнь человека. Одного он унижает, иными словами, понижает его позицию, а другого возносит. И Писание говорит о том, что Бог, он Бог чудесный. Он берет бедного и садит его с князьями. Просто он берет вот из низов и меняет жизнь человека. И обратно мы видим огромное количество различных примеров того, как это происходило с людьми. Поэтому я хочу вас ободрить. Друзья, может быть, сегодня у вас не очень много материальных благ или финансов. Но послушайте, это вопрос времени. И это вопрос вашего служения и посвящения Господу. Я верю, что Бог хочет использовать верующих людей в этом мире. Я верю, что Господь ищет вот этих мудрых распорядителей, которые были бы способны расширять Его Царство, Его видения и Его принципы. Итак, это та Божья ответственность в работе, которую мы можем увидеть в Писании. Но существует также и наша ответственность, как это не прискорбно для некоторых людей. Бог ожидает нечто от нас. Писание говорит нам, что когда мы с вами работаем, то фактически мы служим Господу. Колоссянам 3 глава 23 стих говорит следующее. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Все, что вы делаете, делайте от души, от всего своего сердца, как для Господа, а не для человека. Мы понимаем с вами, что если бы мы представили, что вместо нашего начальника был бы Ишуа, был бы Иисус, многое бы изменилось. Представьте, что каждое утро, в 8 утра вы просыпаетесь, потому что на 9 вас ждет Иисус. Вы приходите, Он дает вам поручение, а вы стараетесь сделать его. Представьте, что Он знает, как ваше сердце работает, что вы об этом думаете, как работают ваши мысли и так далее и тому подобное. Я думаю, что мы были бы хорошими работниками, правда, потому что мы бы старались. Либо некоторые бы просто побоялись бы устраиваться на такую работу, потому что Он начальник требовательный, Он понимает, и ты не сможешь его обмануть, рассказать какую-то басню или нечто подобное. Вот то, что открывает нам Писание. Все, что делаете, как? Делаете от души, как для Господа, а не для человека. Это меняет очень многое в нашей работе. И я думаю, что если мы серьезно будем подходить к этому месту Писания, то вы знаете, что ни один грамотный начальник вас не отпустит просто так. Потому что каждый хотел бы такого человека, каждый хотел бы работника, который богобоязненный. Это, конечно, при условии, что сам по себе начальник делает честную работу. Потому что иногда такой работник, он просто становится большой проблемой и помехой. Потому что вы отстаиваете честность, а он творит какую-то неправду. Ну, значит, возможно, эта работа просто не для вас. Итак, когда вы приходите на работу, себе спрашивайте, для кого я работаю, как я это делаю. И Писание говорит о том, что лень, она порицаема. Притча 18 глава 9 стих говорит, «Нерадивый в работе своей брат расточителю». Есть вот расточитель, как можно сказать еще по-другому, расточитель, транжира. Тот, кто швыряется деньгами, тот, кто не ценит то, что имеет, то, что ему дают, тот, кто портит то, что ему дают. И написано, что человек нерадивый. Нерадивый – это тот, кто делает работу спустя рукава, тот, кто делает ее некачественно, не заботится об этом. Это то же самое, что брат расточителю. То есть и там нет пользы, и там нет пользы. И когда мы читаем о жизни апостола Павла, мы видим следующее. Там написано во 2 Фессалоникийцам 3 глава 7-9 стих. «Ибо мы занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». То есть, иными словами, друзья, я верю, что нам надо стараться работать так, чтобы никогда люди не говорили о том, что мы ленивые в нашей работе. Пускай нас знают как работящих. Это всегда лучший отзыв, чем говорить о том, что «да-да, знаем, там он тяжелый на подъем, он там такой, что там не допросится, ничего не сделает и так далее и тому подобное». Усердный труд угоден Господу. Следующее, что мы видим и что является нашей ответственностью. Мы не должны работать слишком много. Мы не должны становиться трудоголиками. Потому что усердный труд, он должен находиться в балансе с другими приоритетами в жизни человека. Если ваша работа требует настолько много времени и сил, что вы начинаете пренебрегать своими отношениями с Господом, задумайтесь, нужна ли вам такая работа. Я понимаю, что для некоторых людей, которые сделали свой выбор давным-давно, это достаточно сложно и это вызов. Я скажу свое собственное мнение, возможно, кто-то по-другому смотрит на вопрос, но я считаю некоторые работы таковыми, в которых верующие люди не должны работать. В частности, работа моряка. Это мое личное мнение. Почему? Объясняю. Потому что моряка не существует дома в ближайших 7 месяцев в году. А то и 9, а то и иногда 11. Сейчас меньше рейсы, сейчас 6-2, если тебе повезет в лучшем раскладе. Но вы понимаете, на что похожа эта жизнь? Такой человек уходит. Он абсолютно погружается в другой мир. Он не может быть в постоянном служении. Он не может посвятить свое время семье, детям, супруге. И он не может духовно посещать церковь физически. И, соответственно, ему достаточно сложно будет расти духовно. Понятно, что можно сказать, я наберу с собой кучу проповедей, я буду слушать день и ночь, я буду читать Библию. Но вы знаете, что на поверку в большинстве случаев это оказывается фарсом, потому что все заканчивается банальной работой, работой, работой. Потом такой человек приходит на сушу. Первые два месяца он находится в странном состоянии привыкания, а через два месяца ему нужно снова уходить. Это сложно. И то же самое касается различных длинных вахт, заработков, когда люди уезжают на год, на два за границу, и непонятно, что с ними происходит. Я считаю такие работы деструктивными для жизни человека. Я понимаю, что иногда могут быть такие... Я понимаю, что могут быть такие периоды, когда необходимо подзаработать. Бывают такие жизненные обстоятельства. Это одно, когда это рывок какой-то. Мы будем говорить об этом, когда мы будем говорить о долгах, о кредитах и тому подобных вещах. Но как норма, я думаю, что не стоит. Молитесь и просите Господа, чтобы это была работа где-то на суше, где-то рядом с семьей. Я верю, что мы не должны перестраивать свою жизнь под деньги в первую очередь. Мы все же должны искать горнего, искать царство и помнить, что остальное оно будет нам прилагаться. А также то, что касается субботнего отдыха. Шесть дней работай, но седьмой покойся и во время посева, и во время жатвы. Не загоняйте себя, даже если вы работаете здесь, в такое состояние, что вы не в состоянии прийти на служение, что вы просто... Ничего вам не остается. Вы приходите, например, даже на то же служение, и тупо как овощ сидите и уходите. Главное, что вам никто ничего не говорит, потому что вы пришли, а внутри ничего не происходит. Ищите баланса. Ищите баланса. Это ответственность. Молиться. Не делайте вид, если такая работа есть, и вы вынуждены с ней смириться, не делайте вид, что это хорошо. Просите других молиться, чтобы молились с вами. Говорите о том, что вы ищите новую работу, вы ищите новые обстоятельства, вы ищите все пути для того, чтобы расти и развиваться. И отдых — это также вопрос веры. И следующее, последнее из ответственности. Мы должны иметь правильное уважение к тому начальству, которое Господь дает нам. Написано в 1 Петра 2 глава 18 стих. Мы должны помнить, что общество, в котором жили апостолы и первые верующие, это было достаточно непростым обществом. Например, рабство, понятие рабства, оно существовало аж бегом. И очень много верующих людей в первой церкви, первой общины, они были именно из этого круга. Это были рабы, это были простые рабочие. И мы говорили с вами о том, что историки того времени, они говорили о том, что Евангелие или христианство, оно развивалось, помните, да, в кожевнях, в различных таких вот неблагоприятных местах, ну, с их точки зрения, великих римских господ и так далее. То есть, иными словами, Бог мог ставить и ставить периодически над нами начальников, которые, ну, такие грубые, злые, несправедливые, какие-то самодуры, которых, понятно, что вот они не умные или не способные, может быть, как начальники. Но мы говорили с вами о том, что Бог использует работу для формирования нашего характера. И такой начальник — это хороший способ отформироваться, отражать Христа. Я понимаю, что это вызов, я понимаю, что это очень тяжело, и нет в этом иллюзий. Молитесь, ищите новую работу, но при этом старайтесь иметь мир сердца и помнить эти места Писания.